Служение Деррика Принца. Как встречать последние дни без страха. Часть третья. Давайте вернемся обратно к шестой главе Откровения. Итак, мы читаем о втором коне. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящие, «Иди и смотри». Обратите внимание, этот конь тоже сошел с небес. Очень важно, чтобы вы это понимали, потому что иначе у вас будет неверная картина того, что происходит на земле. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем было дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Насколько я понимаю, это сказано о межэтнических конфликтах, что-то было выпущено на землю, в результате чего люди из разных народов ополчились друг против друга. Мы видим это по всему миру сегодня в Южной и Северной Африке, в Югославии, в Израиле, во многих странах. И я хочу сказать, что не будет ни одного народа на земле, которого это не коснется. Подумайте, что будет, если этот рыжий конь промчится по Соединенным Штатам, где так много людей самых разных национальностей. Мы видим сейчас лишь небольшое противостояние между афроамериканцами и белым населением. Я уверен, что конфликты будут только усиливаться. Я хочу особенно подчеркнуть, что этот всадник выполняет волю Бога. Это часть суда. Помните, что откровение — это откровение о суде Иисуса. Третий всадник, мы читаем о нем в пятом и шестом стихе. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарией». «И три хиникса и чменя за динарией, лея же и вина не повреждай». Это очень яркая картина нехватки и недостатка. Динария — это монета, соответствующая дневной оплате рабочего. Это к рабочей того времени. Получил бы достаточно денег только лишь для того, чтобы прокормить себя. И также мы читаем, «Елея и вина не повреждай». Это мое личное трактование. «Елея и вино оставались богатым». И посреди этого недостатка есть те, кто живут в роскоши. По сути, это то, что происходит с миром сейчас. Бедные становятся беднее, а богатые — богаче. И за некоторыми удивительными исключениями. Богатым нет дела до бедных. Они заботятся только о самих себе. Они находятся во власти этого духа «Себелюбие». Итак, мы подходим к четвертому всаднику. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди!» «И смотри, я взглянул. И вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли, умрещевлять мечом и голодом, мором и зверями земными». Это наглядная картина голода и повсеместной смертности. Сказано, что голод коснется четвертой части земли. Мы видим два коня. Всадник на первом — смерть, а всадник, следующий за ним — ад. Смерть убивает тела людей, тогда как ад умрещевляет их души. И обратите внимание, им была дана власть. Откуда? От самого Бога. С престолом. Когда я размышляю над этими четырьмя всадниками, во мне все больше и больше крепнет одно убеждение. Это послание к Божьему народу. Послание следующее. Белый конь должен оставаться впереди остальных троих коней. Нам следует рассказать этому миру о милости через Евангелие, прежде чем этот страшный суд обрушится на людей. Я могу сказать, что я с Руфь, с трепетом, ждем, чтобы этот всадник на белом коне прибыл вовремя. Мы имели привилегию видеть его в некоторых местах. В прошлом мае мы были в Москве. У нас была конференция, которую посетили тысячи лидеров церквей. Все из них познакомились с нашим служением через мою радиопередачу в России или через мои книги, которые были переведены на русский. В конце один опытный уже служитель из России сказал, «Я организовывал много конференций, но это было лучшее из всех». Я думаю, что она случилась очень своевременно, потому что путешествовать становится все дороже, так что люди просто не смогут больше приезжать издалека. Некоторые из них шесть дней добирались на поезде, чтобы только попасть на эту конференцию. И хочу сказать, что нигде больше я не видел такого энтузиазма, как в этих молодых русских ребятах. У нас с Руфью осталась видеозапись поклонения на русском языке. Мы не понимаем по-русски, но когда нам нужно ободрение, мы включаем эту запись. О, они знают, как прославлять Господа. В Библии сказано, что нужно славить Его всем духом, разумом, душой и телом, всеми своими силами. Именно так они и поклонялись. Их не нужно было побуждать к этому. Напротив, когда они начинали славить, они не могли остановиться. Я изучал русский язык какое-то время, и одну фразу я запомнил навсегда. Может быть, кто-то из вас знает, русский поймет эту фразу. Я скажу ее. Да, они снова и снова пели эту фразу около пятидесяти раз, а то и более. Я хочу сказать, что у вас здесь тоже очень жизнерадостная атмосфера, но все же не дотягивает до русской церкви. А большинство церквей прям-таки отстают. мы здесь для того, чтобы встречать людей, которые голодны, которые жаждут. У нас была группа молитвы и ходатайства, где-то 25 человек. Они пошли на Красную площадь в центре Москвы и устроили там молитвенное собрание. Не так много нужно, чтобы толпа собралась, поэтому толпа, собственно, собралась. Все хотели знать, что происходит, так что один из братьев стал проповедовать им с помощью переводчика. После этого один молодой человек подбежал к нему, положил руку ему на плечи и сказал, «Я мусульманин». Я никогда раньше не слышал о том, что Бог меня любит. Так вот, братья и сестры, вы много теряете, если не участвуете в благовестиях. Вы можете очень уютно проводить время здесь, в церкви. Но настоящая награда достанется тем, чьи сердца болеют за людей, никогда не слышавших благовестия. Это должно быть нашим горячим желанием, чтобы белый конь появлялся в разных местах до того, как придут три остальных. В этом мае мы поедем в Казахстан. Там будет проводиться еще одна конференция. Я даже не знал, где находится Казахстан, пока мы не запланировали поездку туда. Это одна из мусульманских республик в Центральной Азии. Там мусульмане тысячами обращаются к Богу. Но им нужен кто-то, кто взращивал бы их, учил бы их. Поэтому наша цель не в благовестии, а в работе с местными церковными лидерами, чтобы они эффективно справлялись со своей работой. Наш ответственный сотрудник предлагает организовать пункты раздачи наших материалов в каждой из провинций этой страны, которая когда-то была в составе СССР. Потому что если двери снова закроются перед нами, наше дело не так пострадает, ведь материалы уже будут в стране. Теперь вы понимаете, почему я так вдохновляюсь, когда я говорю о белом коне. Это часть моей жизни. Я вижу и остальных коней. Рыжий конь продвинулся вперед очень значительно. В некоторых местах я вижу вороного коня, а в других — бледного. Люди умирают от голода. В Сомали, в некоторых частях Югославии, в других местах. Братья и сестры, что вы делаете по этому поводу? Что вы делаете? Помните, что Иисус сказал, «Я знаю дела твои. Я знаю, что ты делаешь». Иными словами, это прекрасно. Поклоняться Господу. Я очень люблю прославление. Мне очень понравилось ваше прославление. Но это только начало. Что вы делаете за порогом церкви? У вас есть цель в жизни? Это служение Иисусу? Быть доступным для Него, чего бы это ни стоило, в любом месте, в любое время. Я прожил достаточно и бывал во многих церквях, чтобы заметить, что зачастую результаты добиваются не самые одаренные люди. Результатов добиваются люди посвященные. кто-то когда-то сказал, что Богу от нас нужно лишь одно, чтобы мы были доступны. Доступны ли вы для Господа? Хорошо. Давайте посмотрим еще один отрывок из Библии, который я верю. Также говорит об этом периоде времени. Это Исайя, 24 глава. Я бы хотел, чтобы вы понимали, что в Библии говорится о последнем времени неоднократно. Можно найти 50 отрывков, которые так или иначе относятся к последним временам. Это замечательная глава в книге Исайя. Вот Господь сопустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Ни богатство, ни социальное положение не защитят вас. То, что надвигается, постигнет всю землю. Земля опустошена в конец и совершенно разграбленная, ибо Господь изрек слово сие, сетует. Унылась земля! Поникла! Унылась вселенная! Поникли возвышающиеся над народом земли, и земля сквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, рушили вечный завет. Вот причина гнева Божьего. Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Сейчас мы возвращаемся к завершающей части главы, 17 стих. Ужасы яма и петли для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Но обратите внимание, что последует дальше, потому что это только прелюдия к установлению Божьего Царства на земле. Мы прочитаем последние три стиха. «И будет в тот день посетит Господь воинство высприннее на высоте и царей земных на земле». Итак, Господь будет разбираться с правителями на земле и с правителями в духовном мире, и будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце. А знаете почему? Потому что их свет будет настолько тусклым по сравнению со славой Божией. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и предстарейшинами его будет слава». Вот что предшествует установлению Царства Божьего на земле. Если вы ждете Царство, то должны быть готовы к мукам рождения. Без них не происходит ни одно рождение. Мы могли бы остановиться здесь, но я вижу, что в зале много уверовавших людей из еврейского народа, поэтому мне хочется пойти немного глубже. У меня есть хорошие новости для вас. Вы не так часто слышите хорошие новости, но у меня они действительно есть. Давайте откроем Откровение, 7 главу. Хочу сказать, что 5 лет я провел в Восточной Африке, поэтому каждый раз, когда я вижу среди прихожан африканца, я начинаю проповедовать для него. Также я провел много лет в Израиле, и каждый раз, когда есть хотя бы один еврей, я проповедую именно для него. И слава Богу, сегодня я услышал два языка, которые очень люблю, суахили и иврит. Эти два языка очень дороги для меня. Итак, давайте перейдем к хорошей вести для евреев. Откровение, 7 глава. Постараюсь закончить быстрее, так как время идет. После полного уничтожения всего, что есть на земле и землетрясения, мы читаем. «И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, перед этим последним страшным судом у Бога есть еще одно дело. У Него есть группа слуг, которым нужно поставить печати на чело. И знаете что? Это все евреи. Я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Затем он перечисляет колено, и он пропустил лишь одно колено. Почему? Я не знаю. Я не стыжусь прямо признаться перед вами. Я не знаю. Все вместе рабы Господа из колен Израилевых составляют сто сорок четыре тысячи. Далее он продолжает. «После сего взгляну я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, народов и языков, стояло пред престолом и предагонцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И начав речь, один из старцев спросил меня, «Эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, Господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Я думаю, что два эти отрывка объединены в одну главу как причина и результат. Я верю, что жатва из людей всех наций, племен и народов будет собрана благодаря этим 144 тысячам еврейских верующих. Как говорил Иисус, «Первые будут последними, а последние — первыми». Итак, евреи были первыми, но стали последними. И все же последние станут первыми. Они исполнят поручение благовестия. Подумайте об этих тысячах, наполненных духом молодых евреях в действии. Сложно представить себе, что будет одна из характерных черт еврейского народа. Их невозможно ввести в смущение, заставить замолкнуть. А сейчас я хотел бы посмотреть с вами завершение всего этого в 14 главе книги Откровения. Это конец этих 144 тысяч. И знаете, во что я верю? Я верю, что будет именно столько. 144 тысячи. Не 143 999, и не 144 тысячи и один. Их будет точно и ровно. 144 тысячи. Если вы знакомы с Божьими делами, то вы уже заметили, наверное, что он очень точен. Поэтому я верю, что это будет именно такое количество. Так вот, давайте посмотрим на конец Откровения. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Обратите внимание, у них на челе печати, о которых говорилось в 7 главе. На ней было имя Иисуса и Отца. Если вы читали предыдущие главы, вы знаете, что Антихрист тоже ставит печать на чело каждого человека, который примет его. Я думаю, что в конце каждый из людей на земле будет иметь ту или другую печать, печать Антихриста или печать Бога. Так вот, второй стих говорит, «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, и пред четырьмя животными, и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. У них была своя особая песня. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Здесь говорится только о мужчинах. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Какое прекрасное свидетельство следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенца Богу и Агнцу. Насколько я понимаю, это должны быть молодые евреи, мужчины, возможно, не старше 17 или 18 лет, никогда не знавшие женщин, избранные самим Господом для этой определенной задачи. Я не знаю, замечали ли вы, но сейчас в благовестии задействовано все больше и больше молодых людей. Например, сегодня существуют такие организации, как «Молодежь с миссией». Видите ли, у молодых людей нет комплексов, которые есть у людей постарше. Они могут просто выйти перед всеми и сказать «Все как есть». Именно этого хочет Господь. И послушайте, какое прекрасное свидетельство. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Какая славная картина! Посреди всей этой круговерцы, хаоса, страданий и смертей у Бога есть радостная сторона. Вы можете смотреть на позитивную сторону или на негативную, но поверьте мне, братья и сестры, если вы не придете к этому откровению, имея видение Иисуса Христа как победителя, победившего смерть и могилу, как судьи, единственного, достойного открыть свиток, как льва из колена Иудина. Если у вас не будет видения престола Господа, Его могущества, Его полного контроля над ситуацией, я думаю, что тогда вам будет очень страшно. Возможно, вы почувствуете огорчение и отчаяние перед тем, что ожидает нас впереди. Поэтому я хочу напомнить вам о картине Иисуса, стоящего среди семи светильников. И знаете, где еще он был? У престола Бога? Разве это не прекрасная весть, что тот, кто стоит посреди церкви, также находится и у престола Божьего? Он может позаботиться о своих овцах. Он никогда не оставит и не покинет вас. Он бесконечно верен. Когда Он выезжает с небес на белом коне... К сожалению, мы не успели поговорить об этом больше. Вы можете прочитать об этом в 19 главе Откровения. Так вот, написано, что когда Он выезжает на белом коне, имя Его верный и истинный, вы можете доверять Ему. Я чувствую призыв от Господа сказать вам еще кое-что, может быть, немного неожиданное. Когда я готовился к этой проповеди, я подумал о словах Петра, которые тот сказал в День Пятидесятницы, собравшейся вокруг толпе евреев. Я прочитаю всего один стих из Деяний. Это 2 глава, 40 стих. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного!» Дорогие братья и сестры, мы живем среди развращенного, бесчестного, аморального, незаслуживающего доверия поколения. Нам нужно спасаться от Него. Нужно выйти из Его среды, измениться, стать другим. Сегодня у вас есть шанс. Я знаю, что люди уже выходили сегодня к сцене, и это очень хорошо, но если здесь есть кто-либо, кто никогда не говорил еще «нет» этому развращенному, безнравственному миру, никогда не выходил вперед и не посвящал свою жизнь Иисусу, я хочу, чтобы у вас была такая возможность сделать это. Если здесь есть такие люди, если вы знаете, что у вас не все в порядке с Богом, это может быть ваш последний шанс. Если вы хотите избежать суда Божьего и наказаний, которые падут на всех, кто отвергает Христа, просто встаньте. Встаньте, пожалуйста. Слава Богу! Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады! 7 a.m. Продолжение следует... Продолжение следует...